Хе-хе, тест! Узнайте, какое полушарие мозга управляет вами. Как хорошо вы знаете свой мозг! Всем известно, что каждая полушария отвечает за определенный тип мышления. При этом обычно одно полушарие развито лучше другого, и этим объясняются таланты, умения и действия. Так какое полушарие доминирует у вас? Давайте узнаем вместе! Но перед тем, как начать, не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещение, чтобы быть в курсе всех наших новинок. Вам потребуется два листка бумаги и ручка. Готовы? Тогда давайте начинать! Вопрос номер один. Первое, что вам нужно сделать, это сложить руки в замок. Попробуйте! Большой палец какой руки находится сверху? Если это левый палец, запишите на листке букву П. Если это правый палец, то запишите букву Л. Ошибки нет, не волнуйтесь. Каждая полушария контролирует противоположную часть тела. Поэтому левый палец указывает на правое полушарие, а правый — на левое. Да, немного необычно, но вы скоро привыкнете. Вопрос номер два. Возьмите ручку и вытяните руку перед собой так, чтобы ручка была прямо перед вашими глазами. Теперь внимательно посмотрите на кончик ручки. Продолжайте смотреть. А теперь закройте левый глаз на пару секунд. Затем откройте его и закройте свой правый глаз. В каком случае ручка сдвигалась в сторону? У вас есть пару секунд, чтобы разобраться в этом вопросе. Если сдвиг происходит, когда закрыт ваш левый глаз — П. А если когда закрыт правый глаз — запишите Л. Если сдвиг одинаковый для обоих глаз — запишите 0. Вопрос номер три. Сложите руки на груди. Какая рука лежит сверху? Буквы те же самые. П для левой руки сверху и Л для правой руки. Вопрос номер четыре. А теперь похлопайте в ладоши, как обычно. Хлопайте, хлопайте. Спасибо, мне так приятно. Опять же, какая рука была сверху? Запишите П, если сверху была левая рука. И Л, если правая. Вопрос номер пять. Сядьте и скрестите ноги. Если вы тут же положили левую ногу на правую, то запишите П. А если правую на левую, то отметьте на листке букву Л. Вопрос номер шесть. А теперь давайте немного пофлиртуем. Подмигните мне. Я жду. Ого, красиво. В любом случае, если вы подмигнули левым глазом, то запишите П. А если правым глазом, то ваша буква Л. Вопрос номер семь. А теперь давайте немного подвигаемся. Встаньте и покрутитесь вокруг своей оси. Вы крутитесь по часовой стрелке или против нее? Запишите П, если вы крутились по ходу движения стрелки. И Л, если против. Вопрос номер восемь. Для этого вопроса вам потребуется второй листок бумаги. Нарисуйте столько вертикальных линий, сколько вам хочется, не считая. А теперь сделайте то же самое, но другой рукой. Вы можете поставить видео на паузу, пока не закончите. Теперь посчитайте, сколько палочек вы нарисовали левой рукой и сколько правой. Если левой рукой вы изобразили больше палочек, то запишите себе букву П. А если больше правой, то отметьте Л. Если число палочек одинаково, запишите ноль. Вопрос номер девять. Нарисуйте круг со стрелочкой на том же листе бумаги. Стрелочка указывает направление по часовой стрелке или против нее. Как и в предыдущем вопросе, запишите П для хода по часовой стрелке и Л для направления против часовой стрелки. Вот и все! Теперь давайте посчитаем все ваши П и Л и построим следующую формулу. Не волнуйтесь, тут все просто. Вам нужно из числа Л вычесть число П. Затем разделите полученный результат на девять и умножьте на сто процентов. Опять же вы можете поставить видео на паузу, чтобы произвести расчеты. А теперь давайте проверим результаты. Если у вас более тридцати процентов, это означает, что доминирует левое полушарие. Если ваш результат между десятью и тридцатью процентами, то левое полушарие доминирует не полностью. Если у вас от минус десяти до плюс десяти процентов, то вами больше управляет правое полушарие, но не полностью. И если у вас меньше минус десяти процентов, то у вас доминирует правое полушарие мозга. Но за что отвечает каждая из полушарий мозга? Если у вас доминирует левое полушарие, значит вы сильны в таких вещах, где нужны логика и аналитическое мышление Вам также легко даются языки и вербальная речь, так что вы не испытываете трудностей со словами Помимо этого, с цифрами у вас тоже полный порядок Обычно вы действуете в соответствии с логикой и взвешиваете все «за» и «против» перед тем, как принять важное решение Вы легко выстраиваете логические цепочки, базируясь на фактах и датах И во внимании к деталям вам тоже нет равных Именно из деталей вы складываете свою общую картину мира Люди, которыми больше управляет левое полушарие, обычно считаются людьми науки Люди, у которых доминирует правое полушарие, сильны в творчестве Они легко запоминают лица и могут читать людей и их эмоции, как книгу У них очень сильная интуиция и воображение, и они находят вдохновение в музыке и искусстве Правое полушарие мозга обрабатывает информацию в виде символов и изображений Поэтому такие люди любят помечтать и пофантазировать обо всем на свете Они часто ведут себя эмоционально и выражают свою тягу к творчеству посредством различных хобби Таких, как рисование или игра на музыкальном инструменте Они не уделяют внимания деталям и сразу видят картину целиком Люди с доминирующим правым полушарием обычно считаются людьми искусства Так, какое полушарие мозга доминирует у вас? Напишите в комментариях Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!